Они стоят прям там, у кого хуна. Чуть сердце не разорвало. Всем привет, друзья, с вами канал Аскатели Могил. Ребят, сегодня я приехал в эту странную локацию, которая находится вот за этим вот забором. Но это не просто так. Там находится старая заброшенная больница, окна которой на первом этаже, а также все входы и выходы полностью замурованы. Что же случилось? Еще полгода назад это была обычная заброшка, которую посещали местные подростки, а взрослые сюда приходили, ворвали металлолом. Но что-то произошло. Произошло следующее. Здесь полгода назад повесился один человек. Точнее, один молодой парень, которому было где-то 21-23 года. После этого здесь стали происходить какие-то непонятные странные события. Сюда приезжали какие-то непонятные странные люди в халатах по ночам. Проводили там какие-то актуалы со свечками. Также это место стали посещать всякие сатанисты. В общем, местными властями было принято решение не сносить это здание, так как это было финансово невыгодно, а просто-напросто замуровать полностью весь первый этаж в надежде на то, что здание перестанет полностью приходить. Казалось бы, на этом история закончилась, но нет. Как утверждают местные, здесь появляются все равно сатанисты. Также говорят, что здесь, якобы здесь, по ночам слышат какие-то крики. Другие говорили мне то, что здесь на крыше видели призрака этого самого парня. Ребята, сегодня я приехал сюда, просто не мог пропустить эту локацию. Не знаю, хотите верьте, хотите нет, но сегодня я здесь, ночью отправляюсь туда, чтобы выяснить, что же на самом деле там произошло. Не знаю, возможно, постараюсь исследовать полностью это здание и по возможности найти это самое, непосредственно это самое место, где было совершено самоубийство. В общем, ребята, я думаю, что сегодня будет страшно. Не переключайтесь. Чёрный кот перебежал дорогу. Но в тот момент, когда я собрался идти на эту самую заброшку, дурацкий фонарь, точнее не дурацкий фонарь, а моя пустая голова, я забыл, блин, зарядить аккумулятор на фонарь. В общем, ребята, вот это самое здание уже стемнело практически полностью. Здесь надо где-то найти, постараться за вас, потому что реально все окна практически, не практически, они все замурованы на первом этаже. Ну, в эту я не прорезу явно. Ребята, нашёл вот такой вот залаз. Очевидно, что здесь уже кто-то подставлял какую-то лутку от двери и залезал туда. Ох, ёпт, здесь... Здесь всё в стёклах, блин. Блин, может быть, попробовать где-то залезть в другом месте. Ладно, буду аккуратно пытаться сделать это здесь. Ребята, вроде бы забрался. Все просто развалили. Такое ощущение, как бы, это здание вот-вот рухнет. Такое ощущение, как будто здесь ещё кто-то лазит на верхних этажах. Здесь присписаны все стены. особо ничего такого страшного вам показать нечего необычного просто обыкновенная такая вот заброшка каких по россии очень много такое ощущение как будто здесь как будто вылаконим а Просто обычный пакет с мусором. Что это? Твою же мать! Я отслужил. Чуть сердце не разорвало. Это что, летучая мышь? Конечно, что это за пакет, летучая мышь, но она тоже меня напугала, но не так, как кошка. Пожалуй, пойду поищу подвал. Наверняка он здесь должен быть. Как правило, подвал будет за лестницей, под лестницей. Спички. Кто-то положил сюда спички. Не просто так, значит. Очевидно, что тут обитают свои местные. Садится батарейка на фонарь. Как назло. У меня есть другой фонарь, но он не светит рассеивающим светом так. Кстати, обратите внимание. Здесь вот все замуровано. Вот дверь замурована. Реально все. Казалось бы, для чего замуровывать? В заброшенном здании, которое нахрен никому не нужно замуровывать. Вот так вот все окна на первом этаже. Оно достаточно большое. Представьте, сколько это ушло. Устроим материалы. Ох, еб. Три пути не знаешь куда идти. Один идти прямо. Один налево. Один направо. Ну или назад, куда я пришел. Что, пойдем? Пойдем. Который ближе всего. Ну, то есть налево. Ох. Ох, эти заброшки. Как я не люблю вот эти вот заковалки. Когда... Все срезано на голову. Когда надо вот так вот резко, резко выскочить из угла. И я представляю, что там кто-то стоит. Обед еще. Ладно, такая комната здесь. Вы знаете, тут все раздолбано, разломано. В принципе, типичный обычный подвал. Но я лазю здесь, чтобы реально понять, повесился ли тут этот парень или нет. То есть найти это место. Ох, еб. Теперь тут реально можно просто переломаться, упасть и разбить все что-нибудь. Так, ладно, ничего интересного особого нет. Ох, еб. Ох, еб. Я не могу... Ох, еб. Пав. В. В. Был какой-то стук? Еще один Какие они любят такие моменты, реально Ребята, наверху был какой-то стук Не стук, а треск стекла Такое ощущение как будто, знаете, кто-то вот так вот шел Наступил на стекло, и оно лопнуло Причем шел, крадясь Межреберная нефалгия УФО номер 5 Уф Я не знаю, что это Наступил на стекло Еще один Уф 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 Пакет странно завернутый, и в нем банки находятся пепел, и останки чего-то, как будто что-то сожгли, свернули этот пакет и подбросили сюда. В тот момент, когда я доставал второй фонарь из рюкзака, внезапно я услышал, как у входа в подвал разговаривают двое неизвестных людей. Ребята, поэтому я всегда вам говорю, что тем и страшны реально заброшки, когда ты сидишь здесь, и есть, и тут внезапно появляются какие-то посторонние лица. И то, чтобы прям я сильно испугался, это какие-то малолитки, которые, возможно, перепугаются еще больше меня, если я сейчас выбегу внезапно из подвора, но, ребят, ну, признаюсь честно, страх есть. Они стоят прямо там, около входа. Очевидно, что, скорее всего, они не заметили, но выход здесь. Пока что вижу только один. Я не хочу сейчас выйти и премноваться на них. Поэтому лучше найти другой выход, постараться, наверное, найти другой выход отсюда. Продолжение следует... Я думал, что там какой-то проход. Но если бы он там был, то нет, наверное, туда бы полез. Ребята, вам, наверное, плохо видно, там в конце коридора, в конце подвола. Интересно такое устроено подвола. В общем, идут такие заколки и идет прям... Казалось, в общем, вокруг идет такие длинные коридоры. В конце находится дверь, проем. Проем. Что это? Продолжение следует... Продолжение следует... Ребят, здесь особо ничего такого интересного нету. Сейчас схожу еще в ту сторону, в то направление. Если там тоже ничего, то, наверное, буду уходить из этого подвала. Вы ничего не заметили здесь? Посмотрите внимательно еще этот отрывок. Если там тоже ничего, то, наверное, буду уходить из этого подвала. Сзади меня пролетел непонятный, странный, светящийся объект. Я не думаю, что это был какой-то насекомый, так как в этом суровом подвале абсолютно не было никакой живности, даже крыца. Какой-то непонятный выступ, такое ощущение, как будто здесь кого-то похоронили. Ребят, ну что, остался последний, последний исследованная комната здесь. Пойду посмотрю, что там. Если ничего, то буду убираться из этого подвала. Что за лавочка? Ребят. Охереть, блин. Вот здесь, на этом месте, блин, я думал до последнего, я читал, что это просто... Или какая-то легенда, или же просто какие-то байки, байки местных, но я думал, что это неправда, честно, вот признаюсь сейчас вам. Но реально вот на этом месте. И все говорит о том, что здесь произошло то самое событие, именно самоубийство. Да, я перезвоню. Блин, это как всегда не вовремя, блин. Мне позвонили. Блин, даже представить страшно. Это же просто реально страшно представить, как здесь все это происходило. Блин, еще такие углубления. Я извинюсь, конечно, за подробности, которые я смотрю, блин, здесь, на этом месте. Но, ребята, я думаю, наверное, после этого момента, после этого случая, блин... Я хочу быть голословным, но вообще не ходить после этого случая, а не посещать заброшки. Просто жесть. Значит, это действительно правда. Блин, страшно еще то, что нахрена сюда ходят эти долбанные подростки, если здесь произошло реально самоубийство. Может быть, их не было друга, а зачем сюда ходить, я просто не понимаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, те самые малолетки находятся и с той стороны, и с той. Пока что сейчас они замолкли, не знаю, может быть... Может быть, они разошлись или скучковались где-то в одном месте. Так или иначе, я нашел это самое место. Я очень не хочу этого делать. Нереально не хочу этого делать, но... Просто... Коль уж я нашел это место, и есть такая легенда, что здесь ходит призрак этого самого парня, то я посижу здесь, вот на этом месте, посижу и посмотрю, что происходит вокруг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, ничего, ничего так не происходит. Нет, просто слышны такие тихие-тихие, периодически тихие-тихие какие-то пощелкивания, что ли, я не знаю. Знаете, я, наверное, буду дальше уходить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, аккумулятор просто-напросто-напросто сел, и на одном и другом фонаре, хотя второй фонарь был заряжен максимально, заряжен полностью. Сейчас вичу вот так вот телефона. В общем, пока вроде бы там тишина, я буду отсюда уходить. Реально, с этого очень-очень неприятного места. В общем, увидимся немного позже. Ребята, ну что, я вышел с этого здания, даже не буду пытаться залезать на крышу. Смысла нету, потому что полностью сели аккумуляторы на основном фонаре и на запасном. В общем, ребята, случай действительно очень неприятный, очень страшный, даже бы я сказал. Поэтому берегите себя, берегите своих близких. Старайтесь делать как можно меньше ошибок в жизни. Ладно, что я вас учу? С вами канал Скатель и Могил. Меня зовут Евгений. Подписывайтесь. Дальше будет еще страшнее. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok